Это новости на ННТФ, студии Лариана Шемхалаева. Здравствуйте! В этом выпуске. Заправка без лицензии. Об опасности газовых АЗС говорили на заседании Республиканского оперштаба. Подробности через минуту. Уволили главврача. На ситуацию в больнице города Дагестанские огни отреагировал министр Республики. Выше третьего нельзя. В Махачкале продолжается демонтаж незаконно возведенных строений. Пришел на Ифтар, ушел с машиной. Об очередном мероприятии, прошедшем в Духовном Центре, расскажем в выпуске. Около 40 автозаправочных станций работают в Дагестане без лицензии. Об этом стало известно на очередном оперштабе с участием главы правительства региона. Кроме того, на территории Республики на данный момент отсутствуют газонаполнительные пункты, зарегистрированные в соответствующем реестре. Поэтому вопрос, где людям безопасно заправлять газовые бытовые баллоны, все еще остается открытым. У меня вопрос серьезный. Давайте. Это не шутки. Тут люди погибают. И каждый раз, я уже наверное, шутки раз повторяю. Вот такие клопки, отравления людей. И столько фирм их здесь. В Дагестане с начала текущего года зарегистрировано уже шесть взрывов газовоздушной смеси. Использование несертифицированного оборудования и нарушение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов – основные причины таких происшествий. Главврач больницы города Дагестанские огни Джамиля Ваджибова освобождена от занимаемой должности. Об этом сообщает Минздрав Республики. Отметим, что месяцем ранее медицинское учреждение посещал вице-премьер Абдурахман Махмудов. В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения в части продуктового и лекарственного обеспечения, а также хозяйственной деятельности больницы. Мэрия Махачкалы совместно с прокуратурой продолжают демонтаж незаконных строений на территории города. Так, на улице 1-й Акгельной ранее администрации города было выдано разрешение на строительство индивидуального частного дома на три этажа. Однако застройщик решил возвести многоквартирный дом. Суд признал строение самовольным. Кроме того, на данной локации были выявлены еще несколько объектов, где также приняты судебные решения о сносе. В Дагестане стартовала весенняя призывная кампания. Из Махачкалы ряды Вооруженных сил России пополнят сотни парней в возрасте от 18 до 27 лет. Продлится призыв до 15 июля. До отправки в армию будущие защитники Отечества пройдут медицинское обследование. Как отмечают ответственные лица, молодые дагестанцы будут проходить срочную службу в войсковых соединениях на территории страны и в зону СВО направлены не будут. Призывники в первую очередь проходят военно-врачебную комиссию. Далее идут на призывную комиссию, которая определяет степень и годность их прохождения военной службы, род войск, в которых они в дальнейшем будут проходить военную службу. И дают повестки на прибытие суда уже для включения непосредственно в команды, которые они в дальнейшем будут направляться к местам прохождения военной службы. Призывная комиссия проходит штатно, в нормальном рабочем режиме. Все члены комиссии на месте. Работаем коллективно. И к другим темам. Детокс в Рамадан. Новая программа отделения 3-й городской больницы привлекает желающих совместить духовное и физическое очищение. В лечебном учреждении побывала наша съемочная группа, которая убедилась в пользе данной процедуры. Слово Айше Тухаевой. Отделение детокса при 3-й городской больнице в этом году не закрылось на Рамадан. Большой поток клиентов именно в этот месяц обусловлен тем, что здесь разработана новая программа очищения специально для поста. Мы составили специальное меню под правила Рамадана во главе с заведующим, врачом-фитотерапевтом, диетологом, нутрициологом. Было составлено максимально мягкое и комфортное меню, которое бы полноценно давало человеку выйти из состояния голода, состояния приема пищи и напитков. В дневное время наши пациенты сейчас получают лечебно-здоровительные процедуры, такие как лечебная физкультура в спортзале под наблюдением инструктора, лечебно-здоровительный массаж и физиопроцедуры. А со времени ифтара и до времени сухура был составлен график приема пищи и график приема наших напитков, которые обладают именно детоксом. Детокс-эффектом разнонаправлено они воздействуют, некоторые из них на желудочно-кишечный тракт, некоторые из них на печень, желчеводящие пути, некоторые из них на мочеводящие пути. И есть напиток, который воздействует на сердечно-сосудистую систему и делает детокс сосудов. Эффективное воздействие напитков-детоксикантов пациенты замечают уже в первые дни лечения. Тяжесть после приема пищи, трудности с пищеварением. С такими жалобами сюда поступают много пациентов. После процедуры очищения все эти симптомы исчезают. Пост в месяц Рамадан только усиливает эффект очищения, что привлекает и желающих сбросить лишние килограммы. Сколько я пытался сбросить, не получилось, диеты делать. Но как сюда приехал, здесь это хорошо получается. Пришел сюда, было сдутие, было в животе. В общем говоря, дискомфорт был после втара. Даже если полпорции немножко поем, свернул такой вот. Очень такой большой дискомфорт ощущалось. И спустя, можно сказать, уже пять дней результат уже, скажем так, налицо. И легкость это ощущается. Вот после втара, допустим, мы первое-второе поели, после этого запили тоже. И легкость сейчас присутствует. Для людей с хроническими заболеваниями мы видим очень хороший эффект после прохождения курса детокса. У людей с гипертонической болезнью стабильно снижается артериальное давление, уровень артериального давления. У больных с сахарным диабетом даже в течение двух-трех дней мы видим стабильное снижение уровня сахара в крови. Да, вот у нас была пациентка сейчас, она здесь у нас находится еще в отделении, Мухтарова. Она поступила к нам с цифрами сахара в крови. У нее цифры были около 12-13. Вот сейчас сегодня четвертый день, как она здесь у нас в отделении лежит. И сегодня дежурная смена доложила о том, что вечером сахар был 6,8, на утро около 7. Детокс-отделение почти как санаторий. Здесь пациенты проходят иглотерапию, массажи, физиопроцедуры, лечебные ванны и многое другое. Процедуры подбираются в зависимости от того, какое сопутствующее заболевание у пациента. Третья городская больница оказывает широкий спектр медицинских услуг. В лечебные учреждения регулярно приглашаются ведущие специалисты московских клиник. Врачи постоянно повышают свою квалификацию, обмениваются опытом с коллегами из других регионов. Айша Тухаева, Шамиль Хирисулаев, Новости ННТ, Махачкала. В духовном центре имени пророка Исы «Мир ему» накануне прошел ифтар для выходцев Табасаранского и Хивского районов. В мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек. Для них в этот вечер показали театрализованные сценки, прочитали проповеди и исполнили нашиды. Кульминацией мероприятия стал розыгрыш двух путевок на малый хадж Умра и автомобиля Лада Гранта. Я приехал из селения Гуми Табасаранского района. То, что разыгрывается, знал. Нам наш имам мечети говорил, что будут такие мероприятия, такие конкурсы. То, что выиграю, конечно, я не ожидал. Я всего лишь приехал участвовать, посмотреть на мероприятия. А так, что-то заволнованно, да, не ожидали. Поддержать мероприятие приехали главы районов, общественники и религиозные деятели. Выступающие отметили, подобные ифтары служат еще большему объединению, братству и единству. Всевышний грант дал нам такую возможность, чтобы мы сегодня встречаемся. И что отрадно, зал, наверное, дополнится увеличится в количестве с вами в два раза. В Казбековском районе Дагестана в течение четырех дней будет проходить выставка священных реликвий пророка, мир ему и благословения. Она продлится с 9 по 12 апреля и пройдет джима мечети селения Дулын. В завершении выпуска немного о спорте. В Махачкале пройдет региональный этап школьной футбольной лиги. Старт проекту будет дан 8 апреля во всех 52 муниципалитетах Дагестана. Команды начнут выступление со стадии 1-32 финала. В этом году на поле выйдут школьники с 3 по 8 классы. Всего участия в первом этапе примут 384 коллектива. Так проект охватит около 6 тысяч детей. Решающие встречи будут проходить в мае. Победители регионального этапа смогут представить Дагестан на всероссийском турнире. Сборная Дагестана по спортивному микс-файту стала лучшей на первенстве с КФО. Соревнования прошли в городе Ясентуки Ставропольского края. Команда под руководством Бодови Гасанова завоевала 12 золотых медалей и 3 серебра. По этому показателю наши бойцы опередили сборные Чеченской и Крачаево-Черкесской республик. Победители соревнований выступят на первенстве России, которое в мае пройдет там же в Ясентуках. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Смотрите нас также в соцсетях. Встретимся в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!